МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот как раз ты пропустил очень важное звено преподавателей. Да. И персонально мы сейчас имеем возможность поздравить сотрудников нашего опорного университета с началом нового учебного года. Представляем наших гостей, в общем. У нас сегодня, я уже, собственно, представлял, еще заранее, чтобы все готовились, чтобы все включали в нужное время свои кнопочки, декан факультета технологии, инжиниринга и дизайна Вятского госуниверситета Виталий Лисовский. Виталий Алексеевич, добрый день. Заместитель директора Института химии и экологии по науке опорного нашего вуза Денис Козулин. Денис Анатольевич, добрый день. Добрый день. Ну и как же без руководителя пресс-службы. Лучший руководитель пресс-службы. Между прочим, не пресс-служба, а управление информационной работой и коммуникацией Вятского госуниверситета. Ты очень много букв уже пропустил. Мария Садакова, Ильина Мария, добрый день. Добрый день. Украшением сегодняшнего нашего мужского стола. Спасибо. Мужского разговора. Это меня больше всего порадовало, когда мы наконец собрались за этим столом и сказал, ну наконец-то. Итак, повод для нашей встречи. Заинтриговали, прям заинтриговали. Ну мы вначале, когда этот повод читали, вот как у нас он обозначил, я прочитаю. Я прочитаю, именно Вятский госуниверситет привлечет студентов к благоустройству городского пространства. Возникло сразу два вопроса. Во-первых, потому что, по-моему, студенты уже очень давно и активно участвуют в благоустройстве городского пространства. А во-вторых, что значит привлечет? Ну я про... Прикинули, да? Владимир предложил, что лопату в руки дадут. Да, я и продолжу. Речь идет о новом проекте нашего университета. Новый проект предоставит каждому реальный шанс заявить себе непосредственно на старте учебы в университете. Причем польза и для всего Кирова. Вы готовы принять серьезный вызов и взять ответственность за преобразование городской среды? Вот давайте. Собственно, мы еще... Что давайте, мы сейчас будем выяснять. Ну да. Кому первому слово предоставить? Виталию Лерисовскому, декану в факультете технологии инжиниринга и дизайна. Виталий. О чем речь? Речь идет о том, что мы хотим сделать крутой такой старт уже с первого курса. Для наших студентов. С первых самых дней получается? С самых первых дней, да. То есть они у нас вошли в проект уже с первого сентября. Речь идет о студентах каких-каких? Всех вообще. Абсолютно. Вне зависимости от направления подготовки, факультетов. Потому что это тоже был один из вопросов. Почему химики? Вообще все. А когда все, то есть, да? Да. Их у нас почти 3000 человек. Новичков. Новичков, да. Но это для нас уже такая достаточно сложная задача. Мы их условно разбили на 10 групп. Мы так вот для себя называем их метагруппами. 300 групп. Нет, да, да, да. 300 групп. 300 групп. По 10 человек примерно, да. 300 групп. Вот. И это еще не все. Они у нас еще перемешаны все. То есть в каждой вот такой вот группе в ней студенты разных институтов, разных факультетов. А как они, вот эти группы, формировались? Из каких критериев-то? Вот из всей этой массы необъятной? Ну, мы всем говорим, что это компьютер, так. Как будто бы. Ну, на самом деле, тут без нас не обошлось. Мы всем говорим, что компьютер. Нет в этом случае. Как будто бы, да. Ребята, это, в принципе, еще и вам вроде как незнакомые. А только поступили еще. В этом вся соль. Это очень как раз такой интересный момент. Ну, мы разделили как? Что? Ну, во-первых, по гендерному принципу. То, чтобы были там и мальчики, и девочки. Чтобы интересно было вообще вот такой вот состав-то сам по себе. Вот. Соответственно, следующий момент. Чтобы по возможности не попадались ребята из одного факультета. И группы. Группы, да. Вот. Ну, вот эти вот основные принципы. Вот. А дальше уже сам вот интерес – это сборка таких групп. Мы решили, что это будет все в сети ВКонтакте организовано. Мы создали… 300 групп в подгруппе какой-то или же… Подгрупп в группе? Да, да. Мы создали… Сколько, Денис? Ну, 250 групп ВКонтакте. Да. Слушай, у меня масштабы это что-то порезают. Нам с одним страшно, но мы надеемся, что все будет хорошо. Вот. Дальше. Ну, мы решили… Они же еще и как-то называются наши группы. Они названы уже, эти группы. 250 названий заодно придумали, да? Если откроете, уже есть же в группе ВКонтакте эти названия групп, они там просто безумные. Посмотрите, вот если интересно… Хайповые экологи, например. Да. Хайповые экологи. А это название-то они уже сами придумывали? Нет. Или это вы уже так? Это… Да, генератор. Слушай, я теперь понял, чем вы все лето занимались. 250 названий. Да, и вот… И за каждой вот такой командой мы решили подключить уже студентов старших курсов. Мы их назвали наставниками. Кураторы-наставники. Да, значит… Ну, это нет, мы… Это наставники именно. Потому что у нас еще есть кураторы, я чуть позже… Еще более. Еще, да, да. Ну, потому что логично, что там сложно все это дело организовать, если… Ну, 10 человек на одного – это еще нормально, а вот уже больше там уж сложно. Вот. То есть это еще у нас плюсом получается 300 человек вот этих вот наставников. Студенты старших курсов. Студенты старших курсов. Да, да. То есть, ну, на самом деле проект это не только для первокурсников, но и для старших курсников. Потому что это, в общем-то, лучшие из лучших наших студентов. Вот им дали такую возможность порулить, что ли. Вот. И… Ну, с ними тоже, видимо, какая-то работа. Да, 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 да. Ну, об этом позже. Давайте, ладно. Мы пока еще даже не говорим о чем. Просто мы говорим о формальной системе, да, вот как все это сложилось. Да. И, ну, и, собственно говоря, от профессорского, преподавательского состава это уже 30 человек. Это уже кураторы. Это уже кураторы. Это уже кураторы. Молодые преподаватели, которым интересно. Молодые преподаватели, да. То есть, каждый из них будет по 10 групп, собственно, да? Да, вести. Самое главное, что здесь никакой палки нет, это именно, что вот-вот сами там. Я хочу, да, мне это интересно. Ничего не понятно, но интересно. Так, пока это в группе в соцсети. Или они очень это друг друга знают? У нас сегодня 3 сентября еще, да. То есть, пока они еще там в сети, но у них задача, там, дедлайн 7-го числа. Они сейчас формируют в группах, да, и у них есть задание первое. Они должны до 7-го сентября найти себя друг друга визуально. То есть, они должны встретиться. Да, встретиться, пообщаться и познакомиться, наладить коммуникации, потому что потом уже в течение полутора месяцев они будут вот этой вот дружной своей группой работать, получать задания от наших организаторов, руководителей вот этого проекта. И уже они должны будут вот вместе делать всякие разные задания. Так, хорошо. Маша, вы так это уверенно сказали, дружной группой. Мы надеемся, но для этого есть наставники, очень хорошие студенты, очень там продвинутые, интересные молодые люди, да. Есть кураторы, которые будут их коммуницировать, будут им помогать, если вдруг какие-то проблемы в группе будут там появляться. Ну, чисто личные проблемы могут возникать. Да, но они уже будут сами решать эти проблемы. Так, на этой неделе, край в пятницу, они должны все-таки повидаться. Встретиться. Ну, там очень интересная, да, фишка, Виталь. Они, значит, с 7 сентября, но это у них, они могут это сделать и раньше, но они должны что сделать? Они должны собраться в какой-то локации города и сделать селфи. То есть доказать, что факт встречи состоялся. Доказать, что факт встречи есть, да. Вот фотография, они ее публикуют у себя в группе, да. И, соответственно, мы все это дело мониторим. И лучшее, лучшее, то есть мы уже как бы выбираем и фиксируем, что вот, вот, ребята, смотрите. Не каждый по отдельности сфотографировался, а именно, что по них все вместе уже встретились. Вы говорите, что лучше выбирать, а как и лучше выбирать там. Ну, мы же все равно промониторим, все равно увидим, где, какая локация. То есть это уже сколько человек. То есть как они это все дело с творчеством, без творчества. А может, сейчас советы какие-то можете дать? Потому что, что они в ближайшие дни будут делать. Вот где им такое, сразу какое-то проблемное местечко искать в плане благоустройства? Или это полностью им науком дано? Сначала, да, просто даже интересно, где они соберутся. Они же могут просто прийти, все на фоне фонтана сфотографироваться. Самый простой вариант. Первый корпус, да, театралка. Всем удобно, всем. Ну, давайте там, придем, сводка. А могут творчески подойти. Да, и будет интересный момент, как раз, когда они сделают это нестандарт. Это подключается, Денис Козулин, замдиректор Института химии и экологии. Почему бы не попросить Валентина Николаевича делать у него селфи? Вот эта группа получила бы уже там максимально, наверное, балл возможный. И все 250 групп решат у Валентина Николаевича сфотографироваться. Парализуют работу даректора полностью. Все слушатели радио, да, они сейчас с этим используются. И мы как раз вам информацию предоставим. Хорошо. Так, это все на следующей... Ой, простите, на этой неделе. На этой неделе группы должны физически образоваться уже, да? То есть как бы возникнуть. Ну и потом потихонечку, то есть в течение полутора месяцев, да, почему полтора месяца у нас такой, да, вот дата? Потому что... До середины октября, получается. Да, мы хотим на нашем первом урбанистическом форуме презентовать лучшие проекты, которые ребятам, мы надеемся, что у ребят появятся такие проекты, как раз вот направленные на городскую среду, на комфортную городскую среду. Говорят, ну мы о нашем урбанистическом форуме, об этом еще не говорили. Мы еще не говорили, да. Наш общий урбанистический форум будет. Наш общий, да, 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 первый городской форум. Который будет вратарить на базе второго университета. 23-24 октября, правильно, да? Да, 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 23-24 октября. Ну что, сделаем небольшую паузу. Небольшая пауза, полминутки буквально. Продолжаем нашу беседу. Виталий Лисовский, декан факультета технологии, инженеринга и дизайна Вятского госуниверситета. Денис Козулин, замдиректора Института химии и экологии по науке. И Мария Садакова-Илина, руководитель управления информационной работы и коммуникации ВИАТГУ. Так, давайте сейчас сосредоточимся на целях, да? Да, собственно, мы поняли, как это все организовано, теперь вопрос, зачем? Да, зачем, а потом уже дальше будем по организационным вопросам уже продвигаться. Виталий, зачем? Ну, вообще говоря, целей много. Зайцев много мы хотим убить. Ну, вообще, с чего начать? Для города это или... Что они будут делать? Нет, давайте оттолкиваемся как раз таки непосредственно от жителей города. Да, ну, вообще говоря, вот смотрите, такой вот у нас сейчас по составу примерно 60% наших студентов – это люди-приезжие. То есть это свежая кровь приезжает из районов, из других регионов. Даже иностранцы у нас тоже участвуют. Да, иностранцы тоже действуют в этом. Конечно, да, мы исключений никаких не делаем. И эти люди – это активная молодежь со своими взглядами, они новые в нашем городе. И вот мы им даем вот это вот поле для деятельности. Они, гипотетически, они молодые и активные. Мне кажется ли вам, что очень смелая такая идея? Кажется. Человеку, приехавшему из района, как-то так... Но он будет жить в этом городе 4 года. 4 года. Но он живет в этом городе, как ищу неделю только. Если через 4 года бы ему предложили, я понимаю, он бы знал там что-то. И важный момент вот этого не упустить. То есть он приехал, вот только-только у него свежий взгляд. А, ну то, что свежий взгляд? Да. И мы ему ставим вот эти вот эвенты, задачки небольшие. То есть посмотреть там город, съездить туда, сделать сюда. И вот это вот, что он думает по этому поводу в первый момент, важно уловить. То есть что он скажет? То есть именно первое впечатление очень важно, да? Да. Мы же, вот мы давно же здесь живем в этом городе. И мы каждую ямку там знаем, где она появляется. Да мы их уже не замечаем, потому что мы их каждый день видим. Вот, вот, вот. А тут человек, он не будет уже... У него взгляд незамыленный уже, да? Да, он не будет говорить нам то, что мы и сами знаем. Возможно, что-то будет новое. То есть это вот, вот, по крайней мере, вот это уже интересно. Дальше, второй момент. И что, это надо зафиксировать, потому что они увидят или и так? Вот просто фиксировать вот эти проблемы и потом кричать, а, вот тут у вас тут ямы, вот тут у вас тут пробки, вот у вас еще что-то. Это, ну, не так, наверное, ценно. Другое дело, что... Этим тысячи людей в группах в соцсетях занимаются ежедневно. Что они об этом думают? И собравшись вот в такие вот группы, да, вот по 10 человек, разные совершенно люди из разных мест. Там ведь и городские будут среди них люди. И они будут делать проект как раз направлен на то, что как вот эти проблемы... Как эти их можно решить, да. То есть они, они, они решая вот эти вот, вот эти вот, выполняя вот эти вот наши задачки, они как бы спотыкаются о проблемах, которых мы, может быть, даже не видим, и для нас это не проблема. Но они, как люди новые, они их находят, и у них таким образом может родиться проект по решению этой проблемы. И, в принципе, этот проект, реализация этого проекта может помочь нам. И это все дело, да, вот эти вот все проекты, вот эти, если в случае, если они будут успешны, они могут спокойно как бы упаковываться уже как такое, знаете, коробочное решение и транслироваться уже на другие населенные пункты, на подобные нашему Кирову города, а может быть даже и куда-то дальше. — Денис Анатольевич, он хотел перебить, я помню, помнится, да, тут добавление какое-то. — Денис, что-то хотел добавить. — Денис, что-то хотел добавить. — Денис, что-то хотел добавить, а добавляю. — Заслушался тоже, да. — Да. Здесь мы принципиально не ставим сразу вот этим группам задачу сделать проект. Ну, то есть сделайте проект, который решит проблему Кирова, университета. Это страшно. То есть первокурсник, который пришел, ему такое задание дает, он скажет, «Не, ребята, я не справлюсь, я не справлюсь». — Я, наверное, не туда поступил, подумает он. — Поэтому, тем более, да, это ребята, которые абсолютно поступили на другие направления, не связанные с благоустройством города, с изменением городской среды, то есть, например, химики, да, каким образом они это будут делать. Вот как раз, как сказал Виталий, они будут решать маленькие задачи, которые будут формализовываться в виде выполнения групповых фото, каких-то еще событий. Но в целом и в общем этот ряд событий будет их наталкивать на создание проекта и продумывание его, как его можно реализовать в итоге. Вот в этом большой смысл, большая цель. — Мы, ребят, готовим просто даже к проектной деятельности, к какому-то проектному образованию. Ну, наверное, не секрет, да, что мы пытаемся потихонечку отходить от какого-то классического образования. И вот опорный университет уже, наверное, в течение последних двух лет, да, полутора лет, мы пытаемся ребят привлекать к проектному образованию, к проектной деятельности. Что такое проект, да, то есть это вот именно группа студентов с разных факультетов, с разными задачами, с разными идеями, но они готовят какой-то одну, один проект, одну какую-то интересную задачу пытаются решить. — А определять вот именно эту одну задачу, вот эти 10 человек, они как будут? — Ну, вместе своим, ну, есть наставники, кураторы, мы уже об этом говорили, что, да, там, во-первых, они соперники... — Потому что они могут все в десятером пройтись по разным уголкам, прийти и сказать, я то, 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 я то. — А может, наоборот быть, может быть, они в основной своей массе какой-то на одной проблеме сосредоточатся, да? — Это идеально, что они найдут сразу одну проблему, а если вот 10 человек... — Нет, ну, в любом случае, наверное, там можно будет делать выводы, а что их в первую очередь, да, заинтересовало, что они какие-то проблемные точки отметили, нашли. — Ну, для этого есть наставники, которые будут немножко их, как бы, подвигать к правильному, да, решению, и к правильному, например, там, что они решили, вот, может быть, там, действительно нашли 10 точек, вот они с этими 10 точками с наставником будут разговаривать там и спрашивать, а может быть тот, а может быть так, а может быть так. — Небольшие задачи, которые будут выполнять ребята, они их будут наталкивать на то, чтобы они посмотрели локации города, локации университета, да, и мы их немножко разведем, чтобы они посмотрели, ну, не всей кучей в одно место, да, посмотрели со всех сторон, и в этом случае у них неизбежно, выполняйте задание, появится какое-то представление, которое в итоге в проблематику может выразиться. — Ну, кстати, вот, да, я хотел спросить еще несколько минут назад присутствие Виталия, это как руководителя факультета технологии, как декана факультета технологии, инжиниринга и дизайна, оно оправдано? — Ну да, потому что речь как не о городской среде, да, где среда и дизайн. — А институт химии и экологии? — Это был первый вопрос, который я сегодня задал еще до всех эфиров. — Да, расскажите, пожалуйста. — И причем самое интересное, что в социальных сетях я видел как раз со ссылкой на химик этот проект, больше не видал пока еще. Я и подумал, что такое химики странное. — В чем особенность, собственно, участия в этом проекте как раз-таки химиков, экологов? — Опять же, экологов-то еще можно понять. — Ну да. — Если к моей персоналии обратиться, здесь достаточно все очень просто. Мы занимаемся проектным подходом, интегрируем его с Виталием в нашем университете. Уже вот год мы отучились в Сколково, прошлый год, и нас немножко там так развернули, наше мышление в другую сторону. И вот мы подумали-подумали, не сделать бы нам какой-нибудь массовый проект в университете и запустить его. И там неважно, кто здесь находится, химик, эколог, это машиностроитель, или же просто строитель, неважно. Мы занимаемся общим делом. И как раз вот благодаря тому, что у нас разностороннее образование, мы смотрим на какие-то вещи с разных сторон. Иногда это дает возможность выдать интересные решения. Поэтому вот это и транспонировалось дальше. Наши группочки-то, они как раз собраны из разных студентов. — Понятно. То есть это то, к чему никак взрослые люди прийти не могут, к межведомственному сотрудничеству. А здесь с самого начала, ребят, вот вид разных ведомств. — У меня вперед. — Просто сейчас мысль пришла, что гуманитариев-то вы послали куда-то подальше. — Нет, они есть. — Они только языком чесают. — Смотрите, организаторы проекта «Виадгал-челлендж» — это команда «Сколковцев». Это ребята, молодые преподаватели, молодые наши руководители, которые в свое время отучили «Сколково». — Сколько было у вас? — Их 10 человек. И вот эти 10 человек, как раз они у нас разносторонние. Есть гуманитарии, есть химики, есть айтишники, то есть со всех институтов ребята, вот они как раз руководители вот этого проекта. Поэтому вот и получилось так, что оно у нас такое получается, и разносторонний этот проект. — Как такое? — Просто сегодня в эфир пришел химик, и пришел инженерный дизайн. — А то, простите, там от гуманитариев-то участвуют. — От гуманитариев у нас там два человека. — Костин? — Ну, Костин, он немножко привлекается, но нет. — Да, у него другая группа «Сколковская». — Руководитель института гуманитарных и социальных наук. — Хорошо, возвращаемся к этапам реализации этого всего. Вот они обозначили проблему, нашли, да? Что дальше? — Дальше у них работа в группах. То есть в любом случае работа над проектом, она будет подразумевать, что они все равно так или иначе в городе есть, присутствуют. — Ну, что, например, давайте для примера возьмем какую-то проблему. Вот ребята нашли... — Ну, велодорожки. — Хорошо, давай, велодорожки. Их нехватка, вернее, отсутствие полное. — Да, их нет. Вы хотите велодорожек, их нет у меня. — Так, велодорожки, например, да. — Ну, как вариант, да. То есть так получилось, что, например, в этой группе есть там велосипедисты заинтересованы, и для них вот этот город Киров, он для них велосипедный. — Вот надо на учебу ездить опасно. — Да, и вот они, значит, думают об этом. Что тут можно сделать? То есть первая проблема, а чем, собственно говоря, что вас не устраивает? Ну, сел на велосипед, да поехал, да. Сейчас велосипеды хорошие, там, проходимые. Вот, то есть надо четко обозначить проблему. В чем? Чуть не нравится-то, да. А потом дальше уже что с этим делать? Каким образом? У нас, как мы уже говорили, да, у нас междисциплинарная такая команда будет студентов. Естественно, что тут не должно все скатиться к тому, что давайте мы просто будем там настроим дорог, да, велосипеды, возьмем там часть проезжей, отрежем, да, и туда запустим велосипедисты. — Самое простое, что на ум приходит, конечно. — Ну да, а остальные у нас будут в пробках стоять. Зато на велосипеде, как в Китае будем ездить, да, только зимой что делать непонятно. То есть сам по себе проект, он уже такой сложный, разносторонний. То есть тут надо сделать, и, может быть, и по законодательству что-то там надо смотреть уже, да, и там по... — Затратную часть на рассчитать. — Да, затратную часть. — Деористы, экономисты. — Да, потом вообще людей подготовить. А как люди будут относиться к этому, да? Ну кто-то, например, будет просто пешком ходить по этим дорожкам, по выделенным. То есть вот такой вот, в общем-то, сложный проект. И они по этапам, и, соответственно, они указывают, какие это сроки реализации этого проекта. Кто вообще, так называемый стейкхолдер, да, кто заинтересован в этом проекте. То есть вот такая вот, в общем-то, сложная штука. И, ну, представьте себе, что вот такой вот, как бы, свод идей, он будет в итоге 23 октября, будет представлен. — Ну, в органистическом форме. — Да, ну, это я сейчас уже сам вот взял и придумал. — Ну, фантазируем. — Да, да, да. — Ну, мы тоже все работаем. — Надеемся, что эти фантазии войдут. — Да, что проект ведь не должен быть фантазийным. Вот хорошо бы сделать... — В том-то и дело, что это не проект, а именно проект. — Потому что так-то проект, что нетрудно подумать. — Да, да. — Ну, давайте тогда вот. — Да, что вот прям по полочкам, да, что вот сроки реализации, вот цена реализации. — Вот кто что делает, роли, кому это нужно, да. — И так далее, да. — Это вообще вот наша сложная задача так сделать, чтобы ребята проект упаковали. Они просто сделали идею, сказали, мы, ну, где-то там денег возьмем, кто-то у нас там это сделает, ну, а мы будем вот... — Ну, прилетит волшебник, голубой. — Ну да, вот ключевой момент, что вот смотрите, что не кто-то должен это сделать, да, а вот они четко свою роль видят, что вот мы, вот это наша позиция, с этой позиции вот мы вот это вот так-то, так-то, так-то видим. — То есть Виталий правильно понял, что они не просто пишут проекты, они еще как бы прописывают свое участие в реализации этого проекта, да? — Ну, естественно. — То есть вот эта десятка, она говорит, мы как... — Это команда проекта. — Это команда проекта уже изначально, да? — Да, да, то есть каждый имеет свою роль, у него какая-то своя позиция, он это дело все прописывает. — Потому что так-то хорошо, я написал проект, дядя, делайте. — Да, 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 и что вот проект наш, а вот теперь кто-то делает, да? — Да, вот кто-то делает. — А мы будем с вас спрашивать, да, почему вы там не сделали. — Ну, или вас критиковать за то, что вы его там исказили. — А как вам такой проект, я продолжаю просто фантазировать, мы все там много раз слышали, да, какие-то отзывы от людей, которые приезжают впервые в наш город, кировчане — угрюмый народ. Вот мало улыбаются на улицах, какие-то все загруженные, вот можно такой проект организовать, сделать так, чтобы люди чаще улыбались на улицах. — Конечно. — Устроить, может, такое же... — Если улыбок классно, нет, это вообще возможно. — А где-то я видел, даже за рубежом, по-моему, да, там, улыбнись, пообнимись, там, что-то такое, есть же такое. — Ну, ты знаешь, есть люди, которые такое видят, наоборот, и говорят, ой, че... — Ну, это наш такой менталитет, наверное. — Кстати, вот это был очень интересный момент, когда мы думали, а что же смогут предложить студенты, да, и мы самое главное поняли, что мы уже выросли с их возраста достаточно далеко, и не можем придумать, что они должны предложить, да. — То есть это будет неожиданностью, похоже, да. — Это будет неожиданно. То есть вот эти ребята, которым 18 лет сейчас, которые пришли, они по-другому смотрят на мир, на город, и у них будут нетривиальные решения и предложения. Это мы надеемся. — Ну, хочется надеяться, конечно, на это, да. Так, у нас время рекламы подошло полторы минуты, традиционно, после чего мы вернемся к нашей беседе. — Ну что ж, продолжаем разговор. Хотя вот, честно говоря, чем дальше мы продолжаем, тем меньше, если, скажем так, обычно, да, тем больше неожиданных моментов, и у меня такое ощущение, что я выйду из студии немножко в растерянности, да, и буду очень долго все это переваривать. Говорим мы о новых проектах Вятского госуниверситета. В гостях у нас сегодня декан факультета технологии инжиниринга дизайна Виталий Лисовский, заместитель директора Института химии и экологии по новуке Денис Козулин, и у руководителя, уж извини, Володя, с ума сходу. — Управление информационной работой и коммуникацией. — Ну вот нравится тебе, я скажу, просто руководитель пресс-службы Вятского госуниверситета Мария Садыкова и Линаев, мы как раз говорили об новом проекте, да, вот этот, а вызовы, которые вы устроили для только-только поступивших студентов, а вот по большому счету, зачем вам это понадобилось-то вдруг? — И тут мы будем... — Еще один неожиданный поворот, я ожидаю, да, вот этого плоскость тоже перетекать, ведьма Виталий, да, пожалуйста. — Ну, позволю себе зайти издалека, да. — Только не очень, у нас 12 минут. — Да, 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 ну вот, наверное, все знают, что вузы в последнее время очень сильно меняются, это уже даже не требование нашего министерства, а уже требование времени, вот, и мы взяли курс на, вот сейчас вот будет неожиданность, на предпринимательство. — Так, вы собираетесь предпринимательством заниматься? — Мы собираемся не предпринимательством заниматься, мы собираемся делать предпринимателей. — А вот сейчас вот сразу хочется подвергнуть сомнению это направление, потому что все исследователи хором заявляют, что заниматься предпринимательской деятельностью у нас не каждый способен, это там единицы в процентном соотношении, да? — Все верно. — В процентном соотношении из общей массы, собственно. Вот смотрите, каждому предпринимателю ему не сделать. Да, да, это все так, но здесь вот смотрите, все равно мы можем создать вот такую некую, кавычка говоря, воронку, да, то есть вот у нас есть студенты, они с самого первого курса мы им вот эти вот предпринимательские навыки пытаемся дать за счет вот таких вот форм. То есть это свобода, это общение с различными экспертами, это доверие. Это конкретные проекты, вот эти, да? Да, это конкретные проекты, и в итоге, ну, большая вероятность человеку стать. Мне кажется, что предпринимательские навыки все равно не в жизни пригодятся любому человеку. А что есть предпринимательские навыки? Ну, что это? Умение считать, прогнозировать, писать, обосновывать. Надуть, надуть, ну, это тоже немаловажная сторона предпринимательства этой сферы, да. И причем так надуть, чтобы никто не понял, что его надули, да? Научиться продавать свою идею, например. Денис? В основу нашей этой вот игры, Viet Go Challenge, скажем, легла еще идея, когда мы в Сколково обучались, у нас была небольшая предпринимательская игра. То есть, погодите, термин «игра» сегодня еще не звучал, то есть это еще и с этой точки зрения надо понимать. Мы же в университете сначала начинаем играть с детьми, а потом мы выпускаем в жизнь. Вот, это игра пока, да? Но это игра, которая в итоге даст проекты и даст возможность ребятам почувствовать, что от них что-то зависит. Так вот, когда мы играли в эту игру, мы ничего не понимали, что происходит, обращались к нашим экспертам, которые эту игру запускали. И они нам говорили, ребята, в жизни-то ведь все так, ничего не понятно, нужно самому пробиваться, смотреть, выяснять. Так вот, и здесь точно так же. Конечно, мы не сделаем каждого предпринимателем, но мы попытаемся создать среду, в которой вот эти ребята, которые могут себя проявить, проявят. Если эту среду не создавать, никто не проявит. Вот этот проект, это первая среда. Давайте сейчас попытаемся найти какой-то конкретный пример, который можно реализовать потом успешно с точки зрения бизнеса. Мария, надо обозначить какую-то такую проблему городскую, вообще доступную, которую можно затем развить в некую такую отрасль. Красивые парки. А, ну да. Красивые скверы, да, озеленение. Я не знаю, там опять же эти овраги, которые всегда мы говорим, да, про овраги, которые проблемные. Ведь почему бы у них... С моей точки зрения, они не проблемные. Ну, и, кстати, в конце концов, если мы говорили про велодорожки, да, что кто-то развивает велодорожки, если возникает развитие велодорожек, должно развиваться и мастерские по ремонту велосипедов. Ну, производство, может быть, тех же велосипедов, то есть что-то еще. Дорожки надо как-то обозначать, то есть это ограждение, какие-то знаки. То есть человек, который делает проект, он для себя уже может сразу огородить, а вот этот кусочек рынка я возьму себе. Ну, смотрите, да, мы не только же говорим вот о... А едешь на велосипеде, хочется кушать, пить, тут-то точки какие-то торговые, походы должны появляться. Нет, какие-то интересные мероприятия, которые интересны, да. У нас почему говорят, что у нас скучный город? Кто это говорит? Ну, есть люди, как... У нас есть слоган даже, мы придумали слоган для нашего проекта ВятГУ Челлендж, разбуди город. Разбуди город. Вот. Вейкап сити. Вейкап сити, да, да, да. Поэтому вот тут очень много, да, есть и какие-то мероприятия, какие-то, не знаю, акустические концерты музыкальные, молодёжные, танцевальные какие-то, да, группы, которые могут выступать дет. То есть тут, не знаю, огромное количество мероприятий, которые можно придумать в этом проекте. То есть речь идёт не только о каких-то вот таких, ну, реальных вещах, там, посади дерево, там, да. Конечно, конечно. О наполнении, о наполнении, о культурном наполнении жизни, да. То есть проекты гораздо более разнообразны, чем мы с тобой подумали, когда лопату хотели в руки взять. Ну, это тоже хорошо. Без этого тоже не обойдётся, да, в каких-то проектах. Нужно и потрудиться, потеть. Так, продолжайте, Виталий. Собственно, уже. Мы ещё не поговорили о роли, собственно, преподавателей, молодых преподавателей. У нас есть непосредственные ребята, есть кураторы, студенты старших курсов. Есть наставники. Наставники. А, наставники, есть ещё кураторы, да. Им что это будет всё давать? Есть, есть, ну, во-первых, как я уже говорил, вот вы сказали, ВИАДГУ челлендж – это для первокурсников. Нет, ВИАДГУ челлендж – это и для всех, это вызов. И для кураторов, да, и среди, значит, преподавателей, да, и для наставников, для студентов-старших курсников. То есть есть определённый, всё равно будет пул определённый, пул проектов. Каждый наставник, он… Есть какая-то цифра, которую вы вот прям обязательной там даёте? На урбанетическом форуме должно прозвучать из этих 200-300 не менее… Ну, я думаю, что не менее 10 проектов должно быть. То есть те, которых уже можно представить, да, на серьёзном уровне, да. То есть у нас всё равно подразумевается, что будет какая-то экспертиза этих проектов в процессе. Ну и вот как раз по ролям наставников, то есть он должен каким-то образом направлять студентов, да, чтобы они там не ушли там какую-то, да, чтобы не распалились, чтобы сфокусировались на какой-то цели. У куратора, у него уже задача координировать работу этих наставников. То есть, собственно говоря, так или иначе и куратор, и наставник, они включены в этот проект. У них есть там какая-то своя роль. Для них это тоже своего рода предпринимательство, понимаете? То есть мы не говорим, что предприниматель, да, это в финале он создаёт какой-то бизнес, который приносит денег. Не обязательно. Это же есть такие… Ещё у меня вот вопрос-то возникает. Я так понял, что ребятам будет довольно-таки полтора месяца, предстоит интенсивно работать, а учиться-то когда они будут? Вот это интересный момент. Ну, этот проект как раз на картошку отправляли, да, вот взяли, в сентябре отправили на картошку, вы их на проект отправили, да, а учиться-то когда? Когда мы задумывались над тем, как вот ребят организовывать, социальные сети предложили, да, у меня в голове возникло вспоминание, допустим, когда ребята в школах учатся, они же тратят своё свободное время, там, вторую часть дня, да, они ходят на кружки, спортом занимаются, да. Но если они учатся, они во вторую смену, тогда с утра ходят. В первую ходят, да. Но это всё обязательно сейчас, ты должен отходить с учетом сети кружки. И очень много, причём внутри самой школы сейчас стало, да, а приходя в университет, они с первого сентября сталкиваются только с учёбой. Вот у них пара, и всё. И это иногда пугает их, и они забывают о том, что они пришли не только учиться в университет. Ну, вакуум какой-то такой. Да. Отучился, и всё, что делать? А здесь первого сентября сразу же ребята говорим, быстренько в социальную сеть, там вас уже задание ждёт. И это даёт возможность нам не выглядеть блекло даже на фоне школы. Вот такой момент, когда мы запускаемся. Это всё в ежедневном формате, собственно, будет отслеживаться, что там в группах происходит? В свободное время ребята будут всё это выкладывать, конечно же. Ну, понятно, что будет сложно им коммуницироваться, так как мы уже об этом говорили, что расписание у всех разное. В этом тоже, как бы, эту проблему решать им придётся самим. Придётся писать проект о преодолении этой проблемы. Вот уже Денис говорил, что, а кто вообще сказал, что всё просто в жизни? Точно так же 10 человек, но сложно собраться, найти, чтобы все... Множество корпусов, разное расписание, разное проживание. Конечно, это всё усложняет, но, тем не менее, делает нашу модель похожую. Когда они мотивированы, вот в студ-клубе им ничего не мешает собраться. В любое время, в любом месте они делают там свои проекты. И здесь то же самое. Когда по срокам уже, собственно, вот те 10 проектов минимум, о которых вы сказали, определятся, и всё уже с выходом на урбанистический форум? За неделю до... За неделю, то есть до середины октября. То есть к середине октября примерно. То есть мы уже, да, уже окончательно примем решение, и за эту неделю мы уже его просто будем шлифовать уже. Для того, чтобы показать можно было общественности. Серьёзным дядьком, скажем так, уже. Кто представлять будет уже на урбанистическом форуме эти проекты, кейсы непосредственно? Я думаю, что... Сами ребята или наставники, или кураторы? Это как бы критический момент такой, да, что здесь должно быть именно что? Кто-то из ребят. Непосредственно? Да. Ну, задача кураторов и наставников будет, чтобы их подготовить к презентации, потому что это тоже, в принципе, очень сложно, да, презентовать свой проект, это его придумать, там, расписать. А вот презентовать проекты тоже очень сложно. То есть вот опять же у нас кураторы будут с нашей группой, с нашей командой, которая попадёт лучше проектов, да, научить презентовать красиво, и чтобы вот именно заинтересовать этим проектом людей, которые будут гостями нашего первого городского урбанистического форума. Чем мотивировать? Мы ещё об этой стороне не поговорили. Чем мотивировать, ребят, собирайтесь, чтобы они не остывали к этому на протяжении полутора месяцев в ближайших... Ну и всех, там, четырёх-пяти лет, да. Вообще говоря, мотивация у каждого своя. Да, понятное дело, но тут нужно какую-то мотивацию придумать, общепонятную, общепонятную. Естественно, у нас будут и маленькие, такие небольшие пряники, которые мы будем... Промежуточные. Промежуточные, да, там, и футболки, там, и ручки, там, и... Вся всевозможная символика, это такие вот приятные мелочи. Потом у нас есть, там, партнёры, ну, я не буду сейчас называть... Да почему бы и нет? Ну, думаю, не стоит. Да, там, там, скидки какие-то, да, чтобы... Торговые точки мы имеем в виду, да, в том числе? Да, почему бы и нет, у нас, я говорю, что локации, локации, я, честно говоря, даже ожидаю, что кто-то заинтересуется нашим мероприятием, потому что, например, если у нас есть задача у студентов собраться и обсудить свой проект, то почему бы кому-нибудь из города не пригласить этих ребят, там, к себе, например, в какой-нибудь там... В кафешечку, да. В кафешечку, да, там, минералка бесплатная. И у них будут постоянно посетители в течение полутора месяцев, не вылезая, сидеть и что-то там обсуждают. Да, всё равно будут соревновательные такие, да, у нас игры и работы, потому что бутбал, система, да. То есть как-то ещё оцениваться будет это, да? Это всё оценивается, и в конце всё равно будет большой приз. Он будет. Можем хотя бы чуть-чуть намекнуть, что за приз будет интересный. Ну, как это говорится, ценные призы. Ценные призы, да. Ценные призы. Да, ответственно очень, да. Масштабно, я бы сказал. Масштабно, масштабно, конечно. Первое, что в голове, это масштабно. День, то есть секция определённая, да, на урбанистическом форуме, да, наверное, будет? Будет, где все разом вот эти будут презентованы 10 проектов, минимум 10 проектов, как сказал Виталий Лисовский. Ещё вопрос, который я хотел задать. Если кто-то сейчас вот из слушателей заинтересуется, можно ли своими идеями поделиться с ребятами? Куда обращаться? Я об этом говорю. Открытая группа ВКонтакте, она открытая, ни для кого не закрытая. Называется Viat Go Challenge. Можно туда поступать, можно туда проситься и задавать вопросы, там постоянно будет обсуждение. И я думаю, что мы будем смотреть, ежедневно просматриваем эту группу. У нас есть штаб, который будет, значит... То есть, в принципе, можно в эту группу зайти и просто сказать, ребята, вот залините за тот угол, у вас там сразу целый проект лежит уже прямо на земле, да? Возможно, да, сразу какие-то проекты будут предложены нашими кировчанами, и мы с удовольствием их прорабатывать будем вместе с нашими студентами, ребятами. То есть, как бы он открытый для этих... Открытый, да. Да, вот возвращаюсь к словам, которые в начале нашей встречи озвучил. Причем с пользой для всего Кирова. Так что обычные жители, не студенты, вне зависимости от возраста, могут заходить, участвовать, предлагать тоже свои идеи, в частности. Да, потому что мы 1 сентября этот проект, когда стартовали, мы его стартовали на студенческом всероссийском параде днем, и ректор Валентин Николаевич Пугач пригласил всех студентов, всех вузов и всех СУЗов принять участие в этом проекте масштабном. Потому что, действительно, это, в принципе, молодежный такой проект. Мы, конечно, очень так боимся этого всего, что он очень масштабный, там, что сейчас вот уже 3 тысячи студентов наших, а еще плюс... Это только ваших 3 тысячи, а есть ли еще остальные, а примкнут. Но я надеюсь, что у нас все получится, и у нас этот проект дальше будет развиваться, и мы будем придумывать еще что-нибудь. Ну что, успехов вам! Спасибо. Я думаю, что мы все-таки по этому проекту не последний раз здесь встречаемся. Вот очень интересно, что через полтора месяца, вот если бы встретиться и поговорить. Так что уже приглашаем заранее, в том числе самых активных студентов, тоже будем рады в том числе. И студентов, в том числе, да, вот каково им-то. Лучшие проекты, да, мы придем с удовольствием на эфир. Спасибо, спасибо. Италий Лисовский, Денис Козулин, Мария Садакова, Ильина, наши гости на этом программе «Мужской понедельник» на сегодня завершаются. Всем хорошего дня. До свидания. До свидания.